Всем привет! Еще немного видеоигровых новостей. Украинская студия GSC Game World обновила официальный сайт Stalker 2 и разместила на нем первый постер игры, о которой все еще нет никаких подробностей. На изображении показан окровавленный персонаж, справа от него размещается логотип проекта. Мелочь, но приятно можно подумать, но на самом деле все еще проще. Информация о втором Stalker будет поступать все чаще. GSC Game World должны привлечь издателя, должны привлечь новых специалистов в студию, должны заинтересовать игроков. Для этого разработчики должны постоянно находиться на информационной волне. Обновление веб-сайта игры разработчики также прокомментировали на официальных страницах в социальных сетях. Они поинтересовались у фанатов мнением об изображении и заверили, что впереди будет еще много интересного, обещают новости и конкурсы. Команда также приглашает геймеров в новую официальную ВК-группу по Stalker. Всех нас объединяет безграничная любовь к серии Stalker и ожидания следующей легендарной части. Мы создали эту группу, чтобы быть ближе к нашему игровому сообществу, рассказывать последние новости, радовать вас крутыми конкурсами и, конечно же, говорить о наших играх. Присоединяйся, Stalker! И без артефактов ты не останешься, отметили авторы. Ну, то есть, то, о чем я и говорю. Разработчики будут выкладывать новости на сайте, вконтакте. Все для того, чтобы и игроки, и потенциальный издатель понимал, что работа над игрой кипит и не собирается сворачиваться. На странице по-прежнему не указаны платформы, для которых создается игра. Сроки выхода тоже отсутствуют. Я думаю, что, скорее всего, игра выйдет либо в середине, либо в конце 2021 года и попробует усидеть, как говорится, на всех стульях. То есть, будет кроссгенной. То есть, игра разрабатывается на технологиях этого и следующего поколения. Что значит, что она может выйти как на консолях этого поколения, так и на консолях следующего поколения. Как в случае нового Мора, так и в случае нового Сталкера, я желаю разработчикам удачи. Я очень хочу, чтобы у них получился действительно достойный и знаковый проект. Сталкер, как в принципе и недавно вышедший метро, исход, это те игры, которые совсем не про стрельбу. Это игры, которые, скажем так, про атмосферу, про игру на гитаре у костра, про перекуры с другими сталкерами. Самое главное, чтобы у разработчиков получилось передать вот ту атмосферу мертвого города, что в принципе в первой части им получилось сделать. В любом случае, будем держать кулаки за разработчиков и надеяться, что мы получим еще одну очень хорошую игру. Спасибо, что меня слушали. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok